Содержание программы Цель жизни – это личный подход к образованию, саморазвитию. Личный подход – значит, надо понимать, что это такое личность. Я – личность. Я знаю, что у меня есть потребности. У меня есть потенциал. Личный подход к образованию, к жизни, к саморазвитию – значит, что я должен понимать, прежде всего, какие у меня потребности, какой у меня потенциал, а тогда понимать, каким образом я могу выполнить это. Ну, по-хорошему. Есть ведическая мудрость указать, что есть потребности, цели. Тогда, чтобы выполнить цель, надо основать принципы, которые поддерживают это. Ну, например, если я хочу зарабатывать деньги, ну, есть принципы, которые управляют деньгами. Если я хочу улетать без крыль, нет там принципа, поэтому это не работает. Надо понимать, ну, прежде всего, цели надо. Для чего надо жить? А тогда основы принципы, а тогда процесс, который поддерживает вот это достижение цели. У нас есть четыре главные цели. Прежде всего, основные. Я должен, как быть, частью чего-то, членом чего-то. Вот это, как, целое. Это должен поддерживать меня. Я должен чувствовать, что да, я достойный индивидуум. И бессмысленные существа у нас, наоборот, у меня есть хорошие, ну, что-то, как, вклад вносит. С одной стороны, а я должен давать энергию под целом. Это один момент. Тогда есть принцип, что энергия, источник энергии, они, с одной стороны, отличны друг от друга. Ну, например, я сейчас, ну, есть луч солнца. Я могу жить в лучах солнца. Я не могу жить в солнце. Поэтому они отдельны друг от друга. А с другой стороны, мы не можем говорить о лучах без солнца. А не можем говорить о солнце без лучов. Поэтому они не отдельны друг от друга. Когда я живу в обществе или в отношении, я часть этого, я энергия. Я делаю что-то ради общества, ради отношений. Поэтому, с одной стороны, я часть этого отношения, этого общества. А с другой стороны, я индивидуум. Ну, вот это принцип. Как одновременно энергия, источник энергии, они отличны друг от друга, не отличны друг от друга. Это основный принцип. А поэтому, чтобы, ну, хорошее жить, значит, с одной стороны, я должен поддерживать целом. А с другой стороны, вот, общество или отношения, или группа, они, эта группа, это должен поддерживать меня. Это основный принцип в жизни. Первое. Второе потребность. Мне надо, как, ну, необходимости. Не только как скромно жить, изобилие надо, как, ну, достаточно. Успех. Великая мудрость говорит, да, все должны жить успешно. Каким образом? Что это такой принцип, который будет жить вот этот, как, процесс? Заниматься, согласно талантов. У каждого есть свои таланты. У меня есть, ну, я достаточно интеллектуальный человек. Кто-то зарабатывает деньги очень хорошо. Кто-то, как, ну, мощный, как человек, может управлять другими, хорошие. Я не смогу. Я не могу зарабатывать деньги. Я не могу, как, управлять другими. Они смеются. А я могу подумывать, придумывать. Это я могу. Это я могу. У каждого есть свои таланты. Вот, ну, у нас, я не могу создать винограды. Это растение может. Таланты. Я не могу лететь у мухи. Таланты есть. Вот, коров, есть таланты. Делать молоко, это тоже надо. А ведическая мудрость говорит, что все должны вносить кладь, согласно талантов, а сотрудничать с тренингами. А человек должен быть инструментом Господа, чтобы, как, способствовать этому процессу, чтобы все сотрудничали. Кто-то, как, ну, читал, духовный читал, скажем, он должен понимать процесс, должен понимать даже план Господа. Тогда руководитель, он должен управлять обществом таким образом, чтобы это произошло. А тогда тот, который, тот, который, как, проводить ресурсы, он тоже, он сотрудничает с другими. А работники, они тоже сотрудничают со всеми. Таким образом, вот, этот процесс работает. Вторая, как, потребность, или второй потенциал. Третий. Успех. Хорошо, у меня все материально, хорошо, что-то не хватает. Я должен жить как человек, потому что некоторые успешны, они как живет, очень жестки, материалистически. А некоторые другие, они знают, что я успешный человек. Я видел, знаете, ролик, Элвис Пресли. Он сказал, я не понимаю. Я успешный человек, очень известный. У меня красивая девушка, у меня красивая жена. А что-то не хватает. Это как тень. Я не знаю, что это такое. Не хватает. Но человечество, гуманность, надо жить согласно идеалам, ценностям, в гармонии с другими. Идеалы нам надо. А в ведической мудрости есть дарма, принцип дарма. Дарма значит, что у каждого есть идеальный образ жить. Согласно природе, на самом деле. У женщины есть своя природа, свои идеалии. У мужчины есть своя природа, свои идеалии. У коровы тоже. Ну, вообще, у человека. У учителей, у руководителей. Так, свои природы, а свои идеалы. А создан, как человеческое общество, таким образом, чтобы, когда все живут согласно своих идеалов, все в гармонии работает, очень хорошо. Описывается в Писании, как во время юридичного махараджа. Из-за того, что, особенно, из-за того, что царь, он действовал под руководством учителей, согласно плану Господа. Все в гармонии. Из-за били все. Все счастливы. Это возможно. Это третья потребность. Четвертая. Ну, ладно. Я хороший человек. Я живу согласно, как, ну, обязанности, идеалов, так далее, так далее. Что-то не хватает. И чувствуешь, что есть высшая реальность. Ну, как чувствовать это? Это не надо. Воссоединение с Господом. Воссоединение с планом Господа. Это тоже надо. А что это такое, как поддержка принципа этого? Это, ну, есть у Господа, есть, или, есть у абсолютно истинной, есть разнообразные аспекты. есть духовный свет. Это духовный. Но там без качества, без личности, и так далее, и так далее. Никакой они хотят слиться с этим светом. Это один аспект. Абсолютно истинный. Чистые знания. Без личности. Тогда есть аспект Господа в сердце всех. Ну, сверху, или форматно называется в ведическом мудрости. А можешь как медитировать, осознать присутствие Господа в сердце. Вот это, это, этот аспект абсолютного. Чистые знания от той же личности, но без отношения, нейтральное отношение. Управляющим согласно их желаниям. Кто-то идет, кто-то хочет идти как в рай, ну, вот, вот путь. Кто-то хочет очень зле дело, ну, способствует нейтрально. А тогда есть Господь, который живет запределами этого мира. Это как личное существование, знание и блаженство. Но в этой программе только а поэтому если йога, принцип йоги, человек может связаться с Господом, встретиться с Господом до некоторой степени. Есть разнообразные виды йоги, например, йога работы, йога знания, йога медитации, а йога любви. Разнообразные. А человек может заниматься согласно способностей согласно желаниям. Вот. Четыре там потребностей значит что? Ценность жизни это программа. Это развивает четыре настроения. Прежде всего, я люблю быть членом чего-то возвышенного, я люблю отдавать энергию, а я люблю как поддержку получить. Вот. Это одно настроение. Настроение говорим или энергия. Энергия человечества. Вторая энергия человечества. Я люблю заниматься согласно талантов, а сотрудничать с другими, с другими талантами. Это вторая энергия человечества. Третья энергия человечества или настроение. я люблю жить согласно универсальных принципов, идеалов, в гармонии с другими. А четвертая энергия человечества, я люблю связаться с абсолютным. А ценность вот эта программа, ценность жизни, помогает нам развивать вот это настроение, ну, согласно способностям. Вот программа короткая.